Уважаемые коллеги, давайте начинать. У нас сегодня 6 докладов в 90-минутной секции, поэтому сразу к докладчикам просьба довольно кратко, то есть 10-12 минут, чтобы были возможности пару вопросов задать. И мы будем следить, так что не обижайтесь. У нас сегодня секция посвящена инновационным подходам к диспансерному наблюдению, лучшей практике, обмен опытом, то есть приближенная к реальной практике и использованию технологии секция, поэтому, может быть, достаточно оживленной, надеюсь, будет. И первый доклад Мешкова Марина Анатольевна, Липецк, да, пожалуйста, липопартеины низкой плотности у пациентов первый год после событий автоматизации и эффективность достижения целей. Так, 10 минут и, ну, 12. Глубоко уважаемый Филипп Николаевич, глубоко уважаемый Дмитрий Ильич, уважаемые коллеги, искусственный интеллект достаточно смело входит в нашу практику, но мы к нему очень осторожно относимся. И вот я хочу поделиться своим опытом именно контроль липопартеинов низкой плотности в практике кардиолога и автоматизированной системы. Конфликт интересов отсутствует, и первый слайд – это эпидемиология распространенности липидного обмена 2020-2022 год, исследование 15 регионов, почти 30 тысяч населения, мужчины и женщины. Мы видим, что, к сожалению, гиперхолестериномия достаточно составляет большой процент, практически 60%. Страдают пациенты наши, и особенно гиперхолестериномия свойственна 32%. Как мы видим, женщина, средний холестерин составляет 3,7 ммоль на литр, мужчина ниже, но хотя манифест ишемической болезни сердца у мужчин встречается более в раннем возрасте. Обратная сторона медали. По моей просьбе представлен был данный слайд, потому что в исследовании да Винчи достижение целевых показателей по липидам низкой плотности европейское исследование, к сожалению, показывает, что у пациентов с событиями достижение только 18%. Своё маленькое исследование в Липецкой области мы тоже провели, и, к сожалению, взроснулись, потому что достижение было процентов 13%. Конечно же, для того, чтобы совершить революцию и чтобы изменить эти проценты, нужно сразу же правильное управленческое решение, и, в частности, чтобы был охват у пациентов более глубокий, это, естественно, сейчас искусственный интеллект. В данном случае пилотный проект на протяжении двух лет – интеграция системы поддержки принятия врачебных решений в нашу региональную медицинскую инфляционную систему. Безусловно, мы столкнулись с тем, что инфляционная система изначально была не готова к этому, и, безусловно, чтобы искусственный интеллект дало более правильное решение, база должна быть полна. Вот так это выглядит наше рабочее поле. Была сделана вкладка для врача-терапевта или врача-кардиолога, где на основании внутренних данных о пациентах выходил протокол, к которому ознакомился здесь и сейчас врач, и тем самым влиял на какие-то дообследования, либо смену лекарственной терапии. У нас был фокус поставлен на липидоснижающую терапию, поэтому дальнейшие наши результаты – это по достижению целевых показателей. Что давала данная система еще? Этот дашборд больше еще для организаторов здравоохранения. Это немаловажно. В конце я скажу, почему. Потому что мы имели разбивку пациентов, кто получает монотерапию низкую, умеренную интенсивную липидоснижающую терапию, либо высокую интенсивную липидоснижающую терапию. Мы уже не говорим о комбинациях, либо мы увидели, к сожалению, данные, есть те пациенты, у которых в принципе нет никакой терапии. И это именно пациенты с первый год после остро-кронарного синдрома. Безусловно, были дальше разбивки и пациентов на высокого экстремального риска, очень высокого, умеренного, низкого. Были круговые диаграммы, где уже по клику одному врач мог получить список данных пациентов и вызвать проактивно уже по той задаче, которая перед ним стоит. Либо взять анализы и изменить терапию, либо уже, если есть недостижения, также вызвать анализы и назначить изменить лекарственные препараты. На рабочем поле, то есть врач выбирал проактивное наблюдение, видел даже бороды с диаграммами и скачивал список. В экселевской была таблица, где уже медсестра проактивно вызывала пациентов именно после первого года, первого года после острого события. Было задействовано 12 медицинских организаций, 15 врачей и процентов 60 было из них кардиологи. Здесь был первый шаг, о чем сейчас многие говорят, о том, что кадровая политика должна изменяться. Мы должны развивать компетенцию вроде как у кардиолога, у кардиолога-нефролог, у кардиолога-эндокринолога. Здесь мы сразу сделали акцент. Почему бы нам все-таки компетенцию терапевта не развивать у терапевта компетенцию кардиолога? И, безусловно, это первый шаг, это еще и обучающая система, потому что терапевт, смотря на данные протоколы, он уже пациента ведет как и, в принципе, второе мнение, как кардиолог. 710 пациентов, 700 обследований и скорректированной терапии. Были еще и сформированы отчеты, но это так, в принципе, для того, чтобы понимать, как активно участвуют в данной системе врачи Липецкой области. Как вы видите, мы взяли с острым событием пациентов, как после перенесенного острого коронарного синдрома. Но сюда попали пациенты, перенесенные как транзиторная ишемическая атака и после перенесенного острого нарушения мозгового кровообращения. Это, опять же, шаг к тому, что не в каждой поликлинике есть невролог, который наблюдает первый год. Может этих пациентов наблюдать и терапевты. И в результате мы объединяем сообщество уже кардиологов, неврологов и терапевтов. Итак, наши первые результаты, конечно же, не так они еще большие, но это только начало. Безусловно, мы увидели то, что коллеги стали менять с низкоумеренной интенсивной Липецкой терапии на высокоинтенсивную. И как вот хочу заметить, то есть это ОНМК наблюдали исключительно терапевты. У кардиологов также изменения в сторону назначения более высокоинтенсивной Липецкой терапии. В последующем мы увидели, что появились комбинации, добавились к высокоинтенсивной Липецкой терапии с изотемивом. И они появились также как у терапевтов, так и у кардиологов. То есть это говорит о том, что терапевты стали этим тоже обращать на это внимание и заменять терапию, познавать мир кардиологии. Наши итоги. Итоги у нас в результате после, естественно, использования системы поддержки принятия врачебных решений, где четко прописано изменить терапию в случае недостижения целевого показателя, естественно, получили положительный эффект. А именно достижение целевого показателя возросло, и особенно обращаю внимание, как возросло именно с транзиторной ишемической атакой. Мы наблюдали, терапевты изменили свой подход. Также и с острым коронарным синдромом у врачей-кардиологов и врачей-терапевтов были изменены целевые показатели, то есть достижение стало более, естественно, эффективным. Как же изменился и как важно видеть дашборд именно с распределением по низкоинтенсивной, высокоинтенсивной в отношении к главному нештатному специалисту? Это как раз формирование закупки по льготным лекарственным препаратам. И вот здесь вот четко прослеживается динамика изменения данной заявки. То есть если раньше главный нештатный писал и разбивку делал по низкоинтенсивной, среднеинтенсивной и высокоинтенсивной, даже высокоинтенсивной, как клинические рекомендации, это 40-80, но 80 нет дозировки, то ростатин есть 40 мг, то на 2024 год, если мы посмотрим, и в количество упаковок, и доза полностью изменена практически в 3 раза. Итак, к чему все приводит, естественно, положительный эффект? Для того, чтобы внедрить любой искусственный интеллект, нужны базы данных. База данных должна быть четко прописана, она должна быть наполнена. После этого только меняется лечение, меняется обследование пациента, действительно, это появляется второе мнение для любого врача, будь то терапевта, будь то кардиолога, либо невролога. Про активное наблюдение. Появляются действительно те списки пациентов очень экстремального, очень высокого риска, которые необходимо вызвать в первую очередь. Это та самая приоритизация, о которой говорит Институт профилактики, спонсор наблюдений кронологических пациентов. Безусловно, появляется эффективность контроля, и получается, что мы увеличиваем охват достижения целевых показателей, одномоментно распределяя по всему региону. И, естественно, увеличивается приверженность врачей клиническим рекомендациям. Это тот этап именно в информатизации, в электронном подходе внедрения клинических рекомендаций. Появляется высокоинтенсивная комбинированная гиполепидемическая терапия. В результате появляются цифры, которые у нас неоднократно уже и спрашивали наши руководители. Целевой показатель, целевой уровень холестерина низкой плотности. Благодаря данной системе подсчитать достижения. И, безусловно, формируется правильный расход от уровостатина по льготным лекарственным обеспечениям. Спасибо за внимание. Спасибо за доклад. У меня такой небольшой вопрос. Если я правильно увидел слайды, то при положительной тенденции к увеличению, к достижению целевых уровней, при ОКС, при ОНМК, они не были статистически достоверными. С чем вы это связываете? У нас получилось так, что один слайд по достижениям целевого показателя достоверный был. Именно там, где участвовали терапевты. А вот по кардиологии и неврологии. ОНМК именно первый год наблюдают неврологи. Там были недостоверные, но тенденция к изменению прослеживалась. То есть, соответственно, это дальнейшее. Безусловно, оценивать через год данный продукт еще – это первый этап. Дальнейшее нужно как минимум через два года. И в понимании привлечения и неврологов, и кардиологов, и терапевтов. То есть получается, что узкоспециализированные специалисты менее привержены к таким методам повышения качества оказания медицинской помощи, чем врачи первичного звена, что ли, получается? Вы знаете, да, на практике было кулуарно, скажем так, сначала, что кардиологи говорят, мы и так все знаем хорошо, зачем нам какой-либо продукт. А терапевты более были заинтересованы в этом, потому что они увидели результат. Вот именно такое вот второе мнение кардиолог, да, по-первых, начинает отрицать. – Один вопрос из зала. – Спасибо. – Цифра холестерина низкой плотности берется за счет автоматической загрузки из лабораторного модуля, или там происходит какой-то визуальный анализ записи? – Спасибо за вопрос. Берется из лабораторных данных. Потому что как раз первый год, когда я сказала, что база была сырая, мы увидели то, что действительно было что-то написано от руки, человеческий фактор, где-то не написано, безусловно, год – это наполняемость. Это я сразу сказала, что наполняемость базы должна быть. – Дмитрий Алексеев, пожалуйста. – Спасибо большое за доклад. Скажите, пожалуйста, а система позволяет фиксировать только назначение врача или выполнение пациента, потому что назначение и прием препаратов – это чуть-чуть разные вещи. А это именно та вещь, которая влияет на результат. – Спасибо. Значит, система позволяет оценить назначение врача. Пациента не оценивается. – Спасибо большое. Идем дальше. Следующий доклад из Нового Рингоя. Кристина Георгиевна. Применение специализированных информационных систем дистанционного наблюдения у пациентов кардиологического профиля. – Спасибо. Глубоко уважаемые председатели, глубоко уважаемые коллеги, позвольте представить вашему вниманию доклад. Заявляю об отсутствии конфликта интересов при подготовке текущего доклада. Безусловно, уважаемые коллеги, вклад в хронических неинфекционных заболеваний, показатели смертности во всем мире не вызывают сомнений. В мире от хронических неинфекционных заболеваний ежегодно умирает более 41 миллиона человек. И мы хотим обратить внимание на то, что более 15 миллионов человек – это лица трудоспособного возраста. И, безусловно, требуется более тщательное внимание к этой категории пациентов. Более 80% всех случаев преждевременной смерти приходится на 4 группы заболеваний, которые имеют общие управляемые модифицируемые факторы риска. И красной линией сегодняшнего Конгресса идет возможность дистанционного мониторинга, в том числе не только у пациентов, уже имеющих статус тех или иных заболеваний, но и пациентов, имеющих факторы риска, как, например, метаболические факторы риска, артериальное давление, повышенный уровень глюкозы крови. Безусловно, дистанционное наблюдение за пациентами с сердечно-сосудистыми заболеваниями подтверждено уже и в ряде рандомизированных клинических исследований. Я не буду акцентировать внимание на данных, которые представлены на слайде, но мы понимаем прекрасно, что рост потребностей в дистанционном наблюдении за пациентами с сердечно-сосудистыми заболеваниями, особенно в свете пандемии, новой коронавирусной инфекции и увеличения числа хронических неинфекционных заболеваний растет. Уважаемые коллеги, на слайде представлены технологические возможности дистанционного мониторинга, которые имеются на сегодняшний день в мире Я их попыталась квалифицировать и безусловно это не все платформы, которые используются в нашей клинической практике И большую часть представляют мировой опыт, это мобильное приложение для мониторинга здоровья, носимые устройства, платформы телемедицины и так далее Не буду акцентировать внимание на всех представленных здесь пунктах Но безусловно для работы в системе здравоохранения Российской Федерации мы должны понимать, что прежде всего мы работаем в правовом поле И поэтому с 2017 года после утверждения приказа 965Н о порядке организации оказания медицинской помощи с применением телемедицинских технологий Мы получили возможность для реализации тех телемедицинских технологий, с которыми мы работаем в настоящее время Но смею еще обратить внимание на то, что в 2012 году порядком оказания медицинской помощи больным сердечно-судистыми заболеваниями Я надеюсь, он уже переутвердится, мы ожидаем этого в текущем году Были утверждены положения, которые определяют применение телемедицинских технологий в кардиологии В частности, при дистанционном консультировании больных Безусловно, мы понимаем ключевые преимущества дистанционного наблюдения за пациентами Прежде всего, это улучшение качества лечения Поскольку дистанционное наблюдение позволяет врачам более эффективно отслеживать состояние пациентов И корректировать своевременное лечение Мы можем снизить число госпитализаций Поскольку системы помогают нам предотвратить осложнения Снизить количество экстренных случаев госпитализации И, следовательно, снизить нагрузку на систему здравоохранения, экономическую составляющую И, безусловно, мы радеем за то, чтобы повысить вовлеченность пациентов в получении медицинской помощи В том, чтобы пациенты вовлекались в оказание медицинской помощи, в улучшении качества жизни Основополагающим документом, который в настоящее время определяет стратегическое развитие Всевозможной трансформации системы здравоохранения Это распоряжение правительства, утвержденное в апреле текущего года И указанным распоряжением правительства Определена 21 задача стратегического направления В области цифровой трансформации здравоохранения до 2030 года Я хотела бы обратить внимание и акцентировать ваше внимание, уважаемые коллеги На основных позициях В частности, это стимуляция развития отечественных производителей медицинского оборудования О чем я буду говорить чуть далее Это формирование на базе платформы гостех целевой архитектуры домена здравоохранения Создание инфраструктурной платформы для решения задач И внедрение индивидуальных электронных медицинских устройств А также технологий для динамического наблюдения С использованием платформ централизованных диагностических сервисов Также мониторинг-анализ использования ресурсов системы здравоохранения в целом Также вышеуказанным распоряжением определены индикаторы цифровой трансформации Их всего обозначено 11 Я обращу внимание на два из них Это доля граждан, которые находятся под диспансерным наблюдением С обеспечением дистанционного мониторинга состояния здоровья В том числе с использованием единого портала Доля консультаций, проводимых врачом с пациентом В том числе на едином портале с использованием видеоконференц-связи Тенденции сферы здравоохранения, которые тоже нам всем с вами совместно придется реализовать Это применение технологии искусственного интеллекта Здесь представлены не все, их всего 6 тенденций Обозначенных распоряжений и дистанционный мониторинг То есть внедрение технологии дистанционного мониторинга Которая позволит обеспечить контроль за состоянием здоровья Как пациентов с хроническими заболеваниями Так и пациентов, обращая ваше внимание, не имеющих хронических заболеваний То есть имеющих факторы риска При помощи прогностических инструментов Используемых в практике медицинских работников Одним из показателей проекта стратегического направления Наиболее близкая вам, Филипп Николаевич Это реализация проекта «Персональные медицинские помощники» Которая будет определять долю пациентов с сахарным диабетом И артериальной гипертензией Обеспеченных дистанционным мониторингом состояния здоровья И, коль скоро мы коснулись проекта совместно Министерства здравоохранения Российской Федерации Растехоперсональные медицинские помощники Еще имея практический опыт работы в Ханты-Мансийском автономном округе Югре Когда мы включились в пилотный проект реализации В 2030 году масштабировали экосистему Которая бы обеспечивала постоянный дистанционный мониторинг людей Страдающих артериальной гипертензией, сахарным диабетом И по состоянию на завершение 2023 года К дистанционному наблюдению в пилотных регионах Российской Федерации Были подключены свыше 12 тысяч пациентов А целевой показатель на текущий год вовлеченности пациентов Составляет более 25 тысяч И ожидаем, что в рамках Конгресса Мы уже получим первые результаты реализации проекта На самом деле достаточно просто, схематично выглядит сама платформа Персональные медицинские помощники Как возможность взаимодействия лечащего врача с пациентом Передача данных с медицинского прибора на платформу Взаимодействие с медицинской информационной системой Но могу сказать, что и в практике работы Мы столкнулись с достаточно большими техническими вопросами Которые нам пришлось реализовывать в ходе внедрения пилотного проекта Поскольку необходимо было интегрировать систему Персональные медицинские помощники В действующие медицинские информационные системы Которые далее бы могли уже передавать информацию Через специализированную информационную систему дистанционного наблюдения Поскольку в архитектуре достаточно много участников И возможность взаимодействия с врачом Который непосредственно взаимодействует с пациентом И регулирует показатели, которые получает себе в личный кабинет Но сейчас я хотела бы еще продемонстрировать вам работу Дистанционного мониторинга показателей здоровья в регионе В котором в настоящее время работаю Могу сказать, что с 2022 года при поддержке правительства Реализуется уже пилотный проект взаимодействия со Сберздоровья Изначально это подразумевалось как взаимодействие со специалистами Узкопрофильными кардиологами и эндокринологами дистанционно То есть пациентам были розданы тонометры и глюкометры И это все происходило в дистанционном формате Без непосредственного участия в, скажем так, постоянном контроле Со стороны врачей-специалистов, которые курируют пациентов То есть представители Сберздоровья большей части взаимодействовали непосредственно с пациентами И по состоянию на текущее время чуть более 1600 пациентов В Новорингойской центральной городской больнице в таком формате работают С текущего года у нас запущена на территорию автономного округа Очередная программа, дополнительный пилотный проект В который включены 4 медицинские организации Салихардская окружная клиническая больница Надымская центральная районная больница Ноябрьская и Новорингойская центральные городские больницы Уже подключено 103 врача в медицинских организациях И система работает параллельно той, которая запущена была ранее В формате взаимодействия следующего Уже непосредственно лечащий врач Врач-терапевт, врач-кардиолог Получает данные в отдельном окне От пациентов, которые измеряют уровень артериального давления И непосредственно врач взаимодействует Да, имеется поддержка робота, который напоминает пациенту Который уточняет информацию Почему не появляются данные Почему какие-то сбои происходят То есть эта аналитика тоже в рамках реализации пилотного проекта В режиме постоянного мониторинга реализуется И мы пытаемся сейчас технические сложности урегулировать Чтобы их было меньше Но вместе с тем При огромном включении пациентов Ну все-таки в пилот уже включено За 7 месяцев истекшего года Более полутора тысяч пациентов Всего лишь почти 60% пациентов Систематически передают замеры Все остальные Мы видим дефекты их вовлеченности Мы видим их где-то нежелание, невозможность При всем том, что они изначально изъявляют желание О необходимости коррекции И соответственно у организаторов здравоохранения Имеются регулярные, еженедельные обновленные дашборды Которые представлены на экране Позволяющие корректировать мероприятия По ведению пилотного проекта Идем еще дальше Буквально сегодня, несколько часов назад Состоялось первое совещание По взаимодействию с представителями компании Будем продолжать с Берздоровья уже в новом компоненте Будет включен помимо артериальной гипертонии Сахарного диабета Мониторинг показателей у пациентов с ишемической болезнью сердца Хронической сердечной недостаточностью И заболевания лороорганов у детей до 17 лет Это особенности территории, поскольку есть определенная потребность в этом И здесь уже будет реализовываться в следующих направлениях Отдельно программное обеспечение для врача Которое будет возможно реализовывать Но опять-таки это в отдельном окне Это не в той медицинской информационной системе В которой работает врач Отдельно будет запущено мобильное приложение для пациента Которое позволит наиболее удобно ему взаимодействовать И передавать данные Если у него нет возможности передавать данные Через мобильное приложение Ему будет дозваниваться робот И идеально соответственно получать данные Ну и тонометры также будут обладать способностью Передавать дистанционно через приложение Уважаемые коллеги, какие вопросы хотелось бы в завершении доклада Наверное обозначить Согласитесь, что технические ограничения Включая подключение и доступ к технологиям В настоящее время, к сожалению, как бы нам не хотелось это признавать Несовершенны Есть еще над чем работать в этом направлении Безусловно, мы радеем за развитие отечественных технологий И программного обеспечения Соответственно, наши коллеги с IT-специалистами В этом направлении максимально работают Немаловажным остается вопрос соблюдения регламентов информационной безопасности Что также является одним из направлений развития И стратегии развития цифровой трансформации системы здравоохранения То, о чем я говорила, нагрузка на врача Врач не может разорваться Все-таки в каком окне ему работать Если это идет система дистанционного мониторинга То целесообразнее, чтобы все это было взложено в систему единого окна Когда одномоментно идет напоминание О критических точках, возникающих того или иного пациента И, конечно же, вовлеченность пациентов Мы максимально должны с ними работать таким образом Чтобы они были заинтересованы в результативности Перспективы развития телемедицинских технологий в кардиологии Как мы их видим Представлены слайды И два из них основополагающих Это все-таки мониторинг показателей сердечно-сосудистой системы Работа с факторами риска И интеграция с искусственным интеллектом В завершении своего слайда Хотела бы представить фотографию Визуализацию GPT-чата Это именно вид GPT-чата Искусственного интеллекта Как он видит развитие будущей нашей кардиологии Я благодарю вас за внимание Спасибо за вопрос Дело в том, что изначально, когда мы планируем определенное время наблюдения за пациентами Условно говоря, месяц или до достижения результата Проходит неделя Результата мы не достигаем по той или иной причине Пациенты или уезжают, или перестают И нам постоянно приходится Либо специалисты медицинской организации Либо берут на себя эту функцию роботы Соответственно, вытаскивают пациентов Но я могу сказать, что не только на территории Малонецкого автономного округа Когда мы работали в Хантамансийском автономном округе Думаю, Филипп Николаевич подтвердит мои слова Тоже встречались с аналогичной ситуацией И по мониторингу артериального давления И по сахарному диабету В сожалению, это так Спасибо Ну, я не вопрос, а комментарий Развитие дистанционных технологий Особенно в категории людей, которые ничем не страдают Это, конечно, хорошее направление И в эксперименте все выглядит достаточно неплохо Но при масштабировании Надо всегда учитывать, что система обязательного медицинского страхования А мы же говорим о том, чтобы какие-то технологии погружать именно в ОМС Она, в общем-то, не резиновая И врачи тоже не резиновая Поэтому выполнить огромный объем работы Они не всегда в состоянии И это может забить их рабочее время настолько Что они просто не смогут справляться Поэтому, безусловно, вот такие технологии надо внедрять очень осторожно И пытаться именно в процессе обдумывания Как их массово применять Смотреть на выгоду То есть сравнивать затраты И затратность И тот результат, который будет получен Потому что, еще раз говорю Одно дело, когда кто-то платит за это И мы видим, как это работает на 200-300 пациентах А другое дело, когда это будет массово Поэтому здесь надо всегда очень глубоко и серьезно продумывать Вот этот вот аспект Но это не требует ответа Это просто мои опасения Которые со мной живут уже последние два года В пилотном проекте Спасибо большое Спасибо Значит, следующий доклад Ирина Леонидовна Строкольская Кемерова Про активное наблюдение пациентов С хронической сердечной недостаточностью Новое поколение интерактивного нозологического регистра Добрый день, уважаемые коллеги Сегодня я хотела бы поделиться с вами Практикой про активного наблюдения пациентов Которую позволило нам внедрить Именно интерактивный нозологический регистр Который был создан на основании Дашборда аналитического По пациентам с болезнью системы кровообращения Система оказания специализированной помощи Пациентам с хронической сердечной недостаточностью Достаточно четко регламентирована В Кемеровской области Приказом Министерства здравоохранения В частности, там есть приложение Которое описывает весь путь пациента С хронической сердечной недостаточностью Начиная с первичного звена И далее называет те учреждения, которые участвуют На всех этапах амбулаторных, стационарных В оказании помощи данным пациентам Помощь эта трехуровневая Начиная с первого уровня Первичной медицинской организации Далее идут межтерриториальные центры высокого риска И, наконец, региональные центры ХСН Это тем более полезно в практике Что на нашей территории функционирует Научно-исследовательский институт Комплексных проблем сердечно-сосудистых заболеваний Который отбирает пациентов с ХСН для ВМП Это и кардиовертеры, и дефибрилляторы И ортотопическая трансплантация сердца Но есть одна очень большая проблема Которая стояла остро Это проблема отсутствия достоверного учета Пациентов с хронической сердечной недостаточностью в регионе Проблема эта не новая, известно всем, кто работает с амбулаторной сетью Это и отсутствие статистического учета по МКБ-10 И обособленность в медицинских информационных системах Бывает часто несколько в области И они никак не пересекаются И не имеют общей базы данных Могу это проиллюстрировать примером Что наш областной регистр Который в региональном центре ХСН был создан Содержал на начало 2023 года 1391 пациентов В то время как, согласно исследованиям эпохи ХСН Это должно быть не менее 2% населения области Все изменилось с внедрением аналитического дашборда После интеграции СППВР в медицинскую информационную систему Дашборд этот был внутри закрытого контура региона Доступ к дашборду предоставлен как специалистам первичного звена Так и кардиологам и организаторам здравоохранения на местах И в региональном центре И на основании тех данных, которые были внутри дашборда Был создан проактивный регистр пациентов с ХСН Произошло это так При работе искусственного интеллекта С помощью его алгоритмов Обрабатывается та информация электронных медицинских карт Которые находятся в базе данных Медицинских информационных систем области Причем у нас их было 2 И обе эти системы участвовали в создании регистра Прежде всего информация о пациенте Обрабатывается с помощью 8 шкал То есть мы видим поливалентную рискометрию у пациента А как правило это пациенты коморбидные Мы видим целевые показатели здоровья Которые создает искусственный интеллект Мы видим мониторинг выполненных ранее обследований И то лечение, которое было назначено ранее пациенту А также те рекомендации, которые создаются для пациента Путем использования клинических рекомендаций Одобренных в Российской Федерации Итак, 43 550 пациентов с ХСН выявлены с помощью дашборда По сравнению с 1300 пациентами Это, конечно, уже цифра соответствующая статистике Формирование регистра было возможно не только на уровне области Но именно на уровне каждой отдельной территории Каждой отдельной поликлиники и даже амбулатории То есть для врача можно было сделать практически выводы По тому полу пациентов, который у него образовался Путем электронной обработки данных Вот так выглядит вход в модуль проактивного наблюдения Диспансерного наблюдения пациентов с ХСН Там есть два входа Это аналитика по обследованию пациента И аналитика по его лечению Это набор графиков и диаграмм Каждое поле которого выступает в качестве фильтра И может формировать соответствующие списки пациентов На слайде вы видите те факторы По которым те запросы, которые может сделать врач И сформировать по ним соответствующие диаграммы С формированием в списках пациентов в дальнейшем В частности, имеется возможность отбора По отклонениям в проводимой терапии То есть аналитика лечения пациентов Она доступна также при работе с списками пациентов Вот на экране вы видите пример Контроля за назначением диуретиков У пациентов с ХСН с признаками застоя Наконец, создав с помощью фильтров соответствующие списки Врач может переходить персонализированно к своим пациентам То есть каждая строка, каждый пациент Он имеет свои персональные рекомендации Входя туда, мы видим тот дизайн регистра Который предоставлен То есть это данные всех исследований Всех видов лечения Всех консультаций, которые были у пациента ранее Врач экономит время на том, что он не смотрит Бумажный вариант заключений врачей предыдущих Он использует те данные, которые ему предоставлены В электронном виде В дальнейшем формируется комплексная оценка Клинического случая для врача Он видит и расчет целевых показателей и характеристик Цветовой шкалой видно, какие из них уже достигнуты А над какими нужно работать В том числе даются практические рекомендации По обследованию и варианты терапии Согласно клиническим рекомендациям для данного пациента Итак, заключение СППВР для врача В интерактивном регистре имеет очень большое значение Во-первых, автоматически ему предлагается тот пациент Который включен в регистр ХСН Во-вторых, идет детекция и клинических параметров Из электронной медицинской карты И детекция текущей терапии И, наконец, формируются все оценки рисков И те актуальные рекомендации С аннотациями на каждое лекарственное средство С показаниями, противопоказаниями И, в конце концов, еще и подбор тезисов Если врач располагает время Он может ознакомиться с теми позициями клинических рекомендаций Которые имеют отношение не только к основному заболеванию пациента Но и с его сопутствующими заболеваниями Наконец, есть еще один аспект Это отбор пациентов для льготного лекарственного обеспечения Который позволил нам выбрать ту группу пациентов С помощью дашборда Которые подходят под новую шестую категорию льготную Пациентов по 37-му инприказу Где по выборке тех параметров и характеристик Которые в приказе указанной мы создали группу Которая в дальнейшем была внесена в список ЛЛО БСК Как мы работали с регистром Мы провели аналитику полноты исследования Например, здесь представлены данные По отсутствию фракции выброса левожелудочковых пациентов С третьим классом по НИХА Были отобраны 639 пациентов До обследования было выполнено у большей части из них Но зачастую на прием приходили пациенты, имевшие бумажные варианты результатов исследований В таком случае они вносились врачом в протокол И становились потом частью результатов в дашборде Это улучшение приверженности врачей к назначению оптимальной медикаментозной терапии Были исследованы группы пациентов с фракцией выброса менее 40 И в целом группа пациентов с ХСН Мы видели увеличение числа записей врача То есть приверженности врачей к назначению НГЛТ-2 Это было достоверно И к назначению препаратов группы ОРНИ Для пациентов, которые имели любую фракцию выброса И в частности фракцию выброса менее 40 Можно сказать, что внедрение системы СППВР в Кемеровской области И использование дашборда Во-первых, позволило нам сформировать интерактивный регистр В который вошли обработанные 129 тысяч карт пациентов с БСК Из них были выбраны более чем 43 тысячи пациентов С хронической сердечной недостаточностью И обратите внимание, что 4 с лишним тысячи Это были пациенты с низкой и умеренно низкой фракцией выброса Таким образом, сверяя списки пациентов Уже стоявших под наблюдением Мы их значительно пополнили В том числе и в региональном регистре ХСН В том числе мы увидели увеличение частоты Лабораторных исследований, инструментальных А также увеличение приверженности врачей К назначению той терапии Которая показана пациентам с хронической сердечной недостаточностью В соответствии с клиническими рекомендациями Ну и наконец, самое главное, что нас радует Это упрощался централизованный контроль Заведением пациентов на территориях со стороны регионального центра А также появились возможности управления Диспансерным наблюдением пациентов У организаторов здравоохранения с отдельных территорий В частности, этим очень заинтересовались Кардиологи кабинетов хронической сердечной недостаточности На территориях И они стали видеть свой пул пациентов таким, каков он есть А не только тех, кто активно доходил до них на приемы Спасибо за внимание Спасибо большое У меня такой вопрос Но дизайн исследований явно пересекается с первым докладом Поэтому тут несколько уточнений У вас, в отличие от коллег в Новосибирске, только кардиологи, я так понимаю, участвовали в оценке? Нет Просто у вас это не было отражено Можете тогда нам раскрыть этот момент? Это были и записи терапевтов, и записи кардиологов Вы не сталкивались с проблемами, с приверженностью у кардиологов? Нет Наоборот, это были люди, которые в самом начале занялись внедрением этой практики И, в частности, наш региональный центр ХСН приветствовал появление истинных списков пациентов Извините, не в Новосибирске, а в Липецке Надо тогда вам обменяться методическими подходами А то, видите, у коллег проблемы И второй тогда вопрос А вы перед собой какие-то точки проспективного наблюдения Вот это изменение профиля назначения лекарственных препаратов у пациентов ХСН ставите? И, может быть, есть уже какие-то конкретные результаты по снижению рисков, вторичной профилактики? Таких контрольных точек у нас пока нет Но мы планируем такое исследование Так как видим пока наглядный, практический выход от применения данного дашборда Уточните, пожалуйста, статистику по вашему последнему слайду То есть у каждого третьего, более чем у каждого третьего проанализированного пациента Вы выявили хроническую сердечную недостаточность? Я, может быть, недостаточно дала вводных данных Это были только пациенты с БСК 129 тысяч карта Выбранные по определенным диагнозам Ибо это аналитический дашборд пациентов с БСК Где делается выборка пациентов по определенным диагнозам МКБ-10 Среди 43 тысяч 550 пациентов с выявленной ХСН у 4,5 тысяч была нарушена фракция выброса То есть среди пациентов с ХСН в 80% случаев имеет место ХСН с сохранной фракции выброса левого желудочка Ну, выходит так Это по нашим данным Там это только те карты, которые имеются в электронном виде электронной медицинской карты в базе данных Какой ключевой критерий ХСН в вашем анализе? То есть это не фракция выброса, раз вы говорите о ХСН с сохранной? Нет, там очень много параметров внесено Это в том числе и параметр выставленного диагноза ХСН с I50.0 до I50.9 ранее данному пациенту Учитывается даже либо выставленный диагноз в текстовом варианте Потому что искусственный интеллект считывает практически все варианты То есть критерии диагноза, в смысле наличия ХСН у пациента за слово ХСН Антипро-БМП там фигурировал редко Ну, он тоже фигурировал и антипро-БМП, и фракция выброса То есть было заложено очень много критериев Но брать за критерии НУП, вы же сами знаете, что он очень редко берется в практической жизни для верификации диагноза Чаще это клиническая картина, ну, либо наличие в прошлом госпитализации пациента с ХСН Давайте переходить к следующему Да, здесь просто поднят вопрос Да нет, можете садиться Просто здесь поднят вопрос, который мы не один раз обсуждали Что в исследовании СССР якобы тоже формировался регистр на основании поставленного диагноза А в те времена активно ставился диагноз ИБС, ХСН, функциональный класс и так далее Да, то есть получается, что я думаю, что это правильный подход, но здесь, видимо, надо будет с помощью СППВР дальше отрабатывать именно верификацию диагноза и подтверждение наличия действительно сердечной недостаточности Уже формировать чистый регистр, потому что 43129 это тоже неслабый такой показатель Да, но это правильно, то есть это получается предрегистр ХСН Большой вероятность пациента с вероятностью ХСН Спасибо большое Следующий доклад Ирина Игоревна Шестова Тула Диспансерное наблюдение пациентов с ашемической болезнью сердца и перенесенным более года назад инфарктом миокарда Цифровой подход к достижению целевых показателей здоровья на примере липопротеинов низкой плотности и артериального давления Да, спасибо Добрый вечер, Филипп Николаевич, Дмитрий Ильич, коллеги Я очень рада, что есть такая сегодня возможность рассказать о том, что мы внедряем сейчас такой цифровой подход в диспансерное наблюдение наших пациентов И сегодня хочу поделиться опытом именно пациентов с ашемической болезнью сердца Потому что, скажу, что у меня отсутствует конфликт интересов в докладе Вклад вообще ашемической болезни сердца в заболеваемость и смертность населения нашей Тульской области Мы видим сейчас, что в связи с тем, что мы активно идем на выявляемость заболеваний У нас идет динамика роста заболеваемости БС Тульской области Смертность мы достигаем целевого показателя, но он у нас намного выше, чем в Российской Федерации И сейчас, активно внедряя с конца 2023 года и в 2024 году механизмы искусственного интеллекта Дистанционного диспансерного наблюдения И делая акцент сейчас, именно мы всегда, когда говорим, мы всегда сначала набирали наш показатель Количество, чтобы у нас прошло по ДНБСК большое количество А сейчас мы делаем с помощью цифрового подхода на качество диспансерного наблюдения А именно на достижение целевых цифр холестерина или протеидов низкой плотности и артериального давления И мы видим, что сейчас в 2024 году за 8 месяцев мы видим тенденцию к снижению смертности от ишемической болезни сердца Мы один из таких федеральных проектов персональные медицинские помощники Мы уже в течение года участвуем в дистанционном мониторинге пациентов с артериальным давлением В этом пилотном проекте у нас сейчас принимает 5 медицинских организаций За это время у нас на дистанционном наблюдении прошло около 1500 человек Пациенты, которые завершили сейчас и достигли целевых цифр 374 человека Но хотелось сказать о результатах Вот доля сейчас пациентов, которые достигли целевых уровней за весь период диспансерного наблюдения 54% Но здесь еще зависит от того, от врача, потому что здесь представлены еще результаты лучших практик врачей Тульской области И были доктора, у которых целевые уровни за весь период диспансерного наблюдения были достигнуты до 80% Были выявлены хорошие цифры удержания целевых уровней за весь период диспансерного наблюдения Это 80% Здесь сменилось наблюдение пациента Если раньше пациент по диспансерному наблюдению, ну или когда ему было плохо по артериальной гипертензии С повышением цифр давления обращался сам к врачу То сейчас врач проактивно выявляет ключевые точки повышения давления Связывается с пациентом и уже в зависимости от того, или приглашает его на диспансерное наблюдение Или проводит телемедицинскую консультацию Еще хочу сказать еще об одном таком цифровом нашем проекте Вместе с Сеченовским университетом, с Копыловым Филипп Юрьевичем, он сегодня присутствует тоже в зале Мы проводили обследование наших пациентов Мы взяли сельские жители, ФАПы Это одноканальная электрокардиограмма, которую мы снимали пациентам И она обрабатывалась также искусственным интеллектом с целью выявления диастолической дисфункции Это скрининг хронической сердечной недостаточности Сейчас у нас, что можно сказать, что мы сейчас уже видим Что, во-первых, мы выявили, нам это помогло выявить на ранних стадиях заболевания И своевременно взять пациентов под диспансерное наблюдение А также, выявляя диастолическую дисфункцию, мы проводим дальнейшее обследование Делаем этим пациентам эхокардиографию Подтверждаем наличие болезни системы кровообращения И своевременно берем их под диспансерное наблюдение Обработка данных по данному пилотному проекту еще совместно продолжается Потому что пациенты еще приглашаются на дальнейшее дообследование Также, сейчас тоже уже говорили об этом Говорил Липец, Кемерова говорила про систему поддержки принятия врачебных решений В Тульской области существует единая региональная информационная система И сейчас у каждого врача есть возможность, заходя в протокол свой Есть кнопка, на которую он может нажать и получить помощь в принятии решения пациента Что нужно откорректировать, какие цифры холестерина у него есть Какие анализы еще нужно сделать пациенту согласно клиническим рекомендациям Какие лекарственные препараты нужно назначить Вот здесь представлено второе мнение для врача по лечению и обследованию То есть, если педемия выявляется, что у пациента не достигнуты целевые цифры давления Холестерина или протеидов низкой плотности согласно диагнозу Ему дается рекомендация, какую интенсивную терапию статинами в данном случае нужно назначить С какими дозами, какие можно применить препараты Кроме того, дается подсказки, на какие обследования еще дополнительно нужно направить данного пациента Если мы берем, тут сегодня тоже звучал вопрос по хронической сердечной недостаточности Там также в подсказках мы можем увидеть, что, например, пациенту требуется исследование BNP, как здесь представлено Эти алгоритмы, калькуляторы, различные противопоказания А также следование клиническим рекомендациям дают такую подсказку Здесь идет целостное понимание случаев, то есть здесь инскюственный интеллект полностью анализирует электронную медицинскую карту Выбирая ключевые точки На приеме врача, что хорошо для врача, это экономится ему время приема на одного пациента Потому что ранее, если это бумажный вариант, ему нужно было смотреть, какие там исследования были сделаны ранее Какие были цифры получены холестерина То сейчас у него полностью анализ, что нужно сделать, куда направить, как поменять терапию Согласно клинических рекомендаций, то есть такая подсказка Такий анализ таких идет на аналитических дашбордах Вот здесь показано в разрезе каждой медицинской организации Но мы можем опуститься не только в разрезе каждой медицинской организации, но и до каждого врача И вот мы видим здесь по контролю артериального давления, какое количество достигло целевых цифр Пациенты, которые не достигли или те, которые не имеют данных Это так, а горта пациентов, которые требуют проактивного приглашения на диспансерное наблюдение с целью коррекции терапии Возможность анализа, здесь уровень также представлен холестеринов, липоротыдов низкой плотности Здесь по сравнению с давлением дела обстоят немного хуже по достижению целевых цифр холестерин, липоротыдов низкой плотности Поэтому здесь большая работа о том, чтобы вызывать этих пациентов, назначать более активную гиполепидемическую терапию И вот в 2023 году как раз мы выбрали эту таргетную группу сценарий по вызову пациентов со стабильной ИБС С недостижением целевых холестерина, липоротыдов низкой плотности Участвовало 16 медицинских организаций, 46 врачей Вызвано было порядка 2300 пациентов Пациентам выполнено дообследование, скорректирована терапия у 1235 пациентов Как проходит вот такой порядок действия? Вот эта выгрузка данных из региональной информационной системы идет в СППВР По ключевым идет индивидуальный доступ до врача То есть каждому врачу, 46 врачей, они имели индивидуальный доступ на своем рабочем месте Им не нужно было подключаться в другие компьютеры, в другие какие-то системы Он сразу видел список тех пациентов, которые попали в критические точки Шла фильтрация пациентам по отклонениям Выгружали списки и далее медицинская сестра или контактный центр Медицинская организация проактивно приглашала уже этого пациента на прием Шла коррекция терапии или обследования И причем приглашая на прием, врач заходит в информационную систему, нажимает на кнопку У него есть уже все подсказки по данному пациенту Он корректирует терапию, дальше уже приглашает на следующий прием И мы дальше должны увидеть динамику, для чего мы это делаем Здесь представлены результаты улучшения наполнения электронной медицинской карты То, что я ранее говорила, был параметр о том, что нет данных у пациента Это как раз или не внесли данные, то есть заполнялись данные И пациенты со стабильной ИБС и контролем артериального давления То есть 67% было увеличилось до 78 достижений целевых цифр артериального давления То же самое улучшение показателей контроля целевых значений липопротеидов низкой плотности До внедрения системы поддержки принятия врачебных решений Был проведен анализ с января 22 по 31 марта 2023 года Это было всего 7% И когда внедрили СППВР, провели потом также выгрузку и анализ данных пациентов Мы увидели, что достижение целевых цифр достигло 13% В среднем, вот вместе мы с медицинской кардиологией тоже по разным путям смотрим То в среднем достижение целевых цифр или партетов низкой плотности Оно все-таки оставляет желать лучшего Достигает сейчас где-то 15% по Тульской области Поэтому здесь, я думаю, что внедрение СППВР И такое прицельное отслеживание пациентов Даст возможность достижения более высоких показателей До достижения целевых уровней липопротеидов низкой плотности В том числе артериального давления А мы прекрасно знаем, что достижение этих двух показателей Даст нам снижение смертности на 45% Как по данным Сергея Анатольевича Бойцова И что сейчас в планах у нас еще Это построить итоговый рейтинг врачей государственных учреждений медицинских организаций Мы сейчас видим только медицинскую организацию Опускаемся до врача Чтобы посмотреть контроль качества оказания медицинской помощи В разрезе каждого врача, кардиолога и терапевта Тульской области На основании достижения целевых показателей А именно возьмем артериальное давление и липопротеид низкой плотности И когда мы увидим, что по рейтингу врачей Что идет невыполнение качества, не достигаются целевые уровни Это будут у нас кандидаты на дополнительное обучение И уже формирование индивидуальных программ обучения данных специалистов Спасибо за внимание Вопрос Значит, 13% достижений целевого уровня липопротеидов низкой плотности Причины, какие основные, там 3-4 причины назовите Именно в вашем регионе, который вы считаете ведущими Первая причина Все-таки врачи боятся назначать высокоинтенсивную липидснижающую терапию Первая причина Ой, извините Врачи, особенно терапевты, боятся назначать высокоинтенсивную липидснижающую терапию Вторая причина О том, что есть очень много льготников у нас все-таки в регионе У которых не входят препараты Такие, как, скажу, для назначения двойной гиполепидемической терапии Изитимиба Он не входит у нас в ЖНВЛП Он не входит в данный препарат У вас нет региональной программы? Да, региональной программы нет Поэтому мы только в федеральном И мы видим, да, он уже 80 мг от Орвастатина Нужно дальше дополнять Тройной, двойной, тройной терапии Вот эта причина Третья причина Это низкая приверженность самих пациентов к лечению Потому что все-таки мифы о том, что я не буду пить статины У меня разрушается печень Она очень сильно, не развеян этот миф И здесь основное, что мы должны мотивировать наших граждан Потому что статины – это не зло, а добро Спасибо большое И я хотел немножко поправить Ирину Игоревну Потому что считаю, что это ключево важно У вас это проскочило, а меня это всегда немножко коробит Вы когда говорили о проекте персональной медицинской помощники И мониторирование артериального давления Сказали, что врачи отслеживают состояние пациента и реагируют на него Там, так как этот проект готовится под масштабирование Там как раз задача в том, чтобы врачи не отслеживали состояние пациента То есть там суть в том, что если у пациента все хорошо Врач ничего не имеет Никакой информации Он только имеет информацию, что все хорошо раз в месяц А вот если плохо То система СИСДН Или система СППВР Уже специализированная по анализу больших данных Она фактически сообщает врачу о том Что есть отклонения, на которые надо отреагировать Почему это важно? Потому что мы были в регионах И смотрели, как иногда врачи работают с этой системой Они открывают вот эту таблицу большую простыню Говорят, ого, да, вот я посмотрел Причем я был заведующим отделением терапии Говорят, о, ну да, да Вот я посмотрел два последних измерения И все хорошо Терапия отлично Но неправда Это суррогатное ведение пациентов Ну и плюс мы же там Вообще суть достижения целевого артериального давления Это же 2-3 месяца работы с пациентами целенаправленно Поэтому здесь вот эту оговорку Оговорка очень существенная Она влияет на восприятие проекта И для нас это очень важно Поэтому я вас, позвольте, поправил Есть ли вопросы, коллеги? Еще можно Спасибо Мисс Инфоклиника Смарт, нет Мисс Инфоклиника Смарт Делта Системс Единая система Во всех медицинских организациях Во всех На ФАПах везде То есть одна единая система Называется Мисс Инфоклиника Последний вопрос Здравствуйте, спасибо за доклад У психологов есть интересное исследование Где при наличии подсказки С большей долей вероятности Выбирается подсказка Даже если она неверная Вы уверены в своем искусственном интеллекте? Спасибо Я уверена Спасибо большое Спасибо Ирина Игоревна Дарья Александровна Самара Поддержка врачебного решения У пациентов с артериальной гипертензией Фибрилляцией предсердия Приверженность к рекомендациям Путь контроля факторов риска Добрый вечер, уважаемые коллеги Хотелось бы поделиться результатами Исследования Как известно В современных клинических рекомендациях Достаточно четко прописаны алгоритмы Назначения антиаритмической Антигипертензивной Антикоагулянтной терапии Пациентам с фибрилляцией предсердий И артериальной гипертензией Однако в реальной клинической практике Все равно случаются ошибки врачебные И если мы обратимся к результатам Многочисленных исследований В странах Европейского Союза Получают терапию согласно Клиническим рекомендациям Только 60% пациентов с фибрилляцией предсердий И тоже тенденцию мы можем отметить И среди граждан Соединенных Штатов Америки Которые получают сниженную дозировку антикоагулянтов Только в 43% случаев Пациенты соответствовали критериям снижения дозировки Российские данные В принципе не противоречат Среди пациентов с фибрилляцией предсердий Имеющих показания к назначению антикоагулянтной терапии Получали лечение 54% пациентов А сниженные дозы антикоагулянтов Без наличия показаний для снижения дозировки Получали 17% Известно, что недостаточная приверженность Клиническим рекомендациям Увеличивает риск сердечно-судистых событий у пациентов Поэтому нам важно, чтобы врачи Были привержены к выполнению этих рекомендаций И согласно данным уже проведенных Рандомизированных клинических исследований Которые показали, что применение систем поддержки Принятия врачебных решений Улучшает приверженность к клиническим рекомендациям Наше исследование интеллект 2 Его целью явилась оценка влияния Применение систем поддержки принятия врачебных решений На выбор антикоагулянтной, антиритмической, антигипертензивной терапии В соответствии с современными клиническими рекомендациями И сравнить количество нежелательных событий В рутинной клинической практике И с применением данной системы В исследование было включено 8 отделений Медицинских учреждений города Самара Была кластерная рандомизация по отделениям Контрольная группа И основная с использованием систем поддержки Принятия врачебных решений Контрольная группа Соответственно лечение было назначено На основании клинических знаний И опыта врача Основные характеристики пациента В целом клиника, лабораторные данные Не были достоверно различимы Единственное, да, там частота Сережечных сокращений И данные артериального давления Были достоверно значимо различимы По результатам антигипертензивной терапии Назначение достоверно не отличалось В обеих группах Однако отмечалась тенденция К большему значению двойной терапии При применении системы поддержки Принятия врачебных решений Отмечалось также более частое назначение Сартанов в основной группе Но по другим препаратам Пациенты были сопоставимы По антикоагулянтной терапии В обеих группах Была назначена антикоагулянтная терапия В 100% контрольной В 99% уже в основной группе Там была применена уже Аналитика была применена И в основной группе Была выявлена пациентка Которая имела 4 балла По шкале терапомболических рисков И не получала антикоагулянт Несмотря на рекомендации По назначению именно системы поддержки Принятия врачебных решений Полная доза в группе С использованием данной системы Поддержки принятия врачебных решений Полная доза апексабана Применялась чаще на 74% А до мегатрана на 208% Антиритмическая терапия Не была назначена пациентам С пароксизмальной и персистирующей формами Фибрилляции предсердий У 29% пациентов в основной группе И у 40% в контрольной группе При этом можно отметить тенденцию Что назначение аммиударона в группе С применением системы поддержки Принятия врачебных решений Было значительно ниже В группе основной Чаще рекомендовалась процедура РЧА На 220% По событиям обе группы Не были достигнуты Каких-то достоверно значимых различий И таким образом Полученные данные Демонстрируют эффективность Применения системы поддержки Принятия врачебных решений В реальной клинической практике При назначении терапии Пациентам с артериальной гипертензией Фибрилляции предсердий Улучшилось качество Назначения антикоагулянтной терапии Пациентам с фибрилляцией предсердий За счет оптимального выбора Дозировок препаратов Также отмечался рост частоты Применения антиритмической терапии У пациентов Для которых была возможна Стратегия контроля ритма И снижение частоты Назначения миодорона Пациенты чаще Направлялись на радиочастотную аблацию В данном исследовании Применение системы поддержки Применение антикоагулянтной терапии Пациентов с ЭБС Здесь мы видим Что тенденция Была точнее Обнаружена к монотерапии Статинам Нежели комбинированной терапии Ну и в принципе Результаты вы видите На слайде Спасибо за внимание Спасибо большое По дизайну все-таки Что вопросов Можем там покрутить Немножко слайдики Сейчас Если включат Да Там вот где группы У вас там По включению Дальше 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 Еще? Да Так вот тут У вас различия в группах По систолическому Диастолическому давлению Вы почему допустили Такие различия Для дальнейшего анализа Может поэтому и результаты Не очень получились В отличие от коллег В других регионах Мы думаем Что нам просто не хватило Того количества пациентов Чтобы Как-то проработать этот момент Хорошо Можно было перемешать Как-нибудь Чисто методическая Такая По-моему Недоработка Рандомизация была По центрам Не Ну если рандомизация Выявляет Такие вещи Значит Надо дальше Набирать Группы Что их сравнивать Если тут По контрольным точкам Исходно Группы Несравнимые Я думаю Что мы Будем продолжать Работу в этом направлении Может быть Дополнительно А у вас это исследование Там такое название Красиво имеет Оно зарегистрировано Как-то Да Конечно Спасибо И вот там в конце Тогда Вот тоже По Ну Да То есть Вот Перед этим Сейчас секундочку Это я Да Ну то есть Я так понимаю Что пока Никаких значимых Эффектов У вас Не получено Правильно Да Мы все Услышим Да Сердечности Событий Здесь У нас Не вышло Никаких Мне кажется Надо Немножко Над дизайном И Рандомизацией Поработать Потому что Я думаю Что даже Если эти группы Перемешать Сейчас И не сделать Рандомизированным А все-таки Группы Сравнять И пересчитать Это все Может Получиться Более Интересные Данные Спасибо Есть у кого-то Еще Вопрос Спасибо Тогда Мы Благодарим Появилась Алина Александровна У нас О Алина Александровна Кузуб Псков Автоматический Контроль Качества Терапии Пациентов Сердечно-суистыми Заболеваниями Основы достижения Целевых показаний Для здоровья Мы Большое спасибо Всем докладчикам Очень так По графику Идем Может даже Время для дискуссии Останется Поэтому Пожалуйста Добрый день Коллеги Уважаемый Президиум Я наверное Даже так Робко скажу Что у нас Никаких исследований Нет Мы Псковская область Только пилотно Заходим И интегрируемся С поддержкой Принятия врачебных Решений Поэтому наверное Расскажу больше О практических Аспектах Которые С которыми Мы смогли Здесь столкнуться Нет потенциальных Конфликтов Интересов Разумеется Современные технологии Они всегда Помощники И для Специалиста Который Его наблюдает Для пациента Докладом Ранее Предоставлялись Различные Шкалы Мобильные Мониторинги Для пациентов В том числе Для лечения ХСН Есть платформа Удаленного Мониторинга Где пациенты Могут По Определенным Шкалам Отмечать Как у них Происходит Приверженность Терапии Какое их Самочувствие Как они Переносит Физические Нагрузки И Был проведен Анализ Еще в 2015 году Где было Доказано Что если Пациент Даже сам Себя Контролирует Мониторирует То приверженность К терапии Намного лучше Следовательно Мы будем В меньшей степени Получать Осложнение Либо Меньшую Декомпенсацию Его состояния Основного У нас В Псковской Области Работает Мисс Система Квазар Она распространяется На всю область То есть Областная больница Городские больницы Все районные больницы Все ФАПы Они у нас В единой системе Поэтому Мы в принципе Находясь Вот я как ГВС Могу С своего рабочего компьютера Открыть эту программу Увидеть Что происходит В самом удаленном ФАПе И так же Посмотрите Как там Наблюдаются Наши пациенты По Внедрению СППВР В нашу систему Мисс Квазар Мы На примере С Лечением Пациентов С фибрилляцией Предсердий По получению Антикоагулянтной терапии Здесь у нас Представлена Малая выборка Пациентов Опять же Потому что Есть сложности Которых мы Расскажем Чуть дальше Именно по Внедрению И мы Выбрали Не всю область Несколько Самых отдаленных Районов Например Гудовский район Там у нас Есть межрайонная Больница И у нас Там до 10 ФАПов И эти данные Представлены Из как раз Таки этого района По назначению Антикоагулянтной терапии Мы видим Что у нас В большей степени Нет данных Это к сожалению Связано с тем Что Медицинское сообщество Пока еще Сопротивляется Информатизации Да В нашей области Есть такой момент Что у нас Выражен дефицит кадров Склонность к тому Что Наверное Большинство сотрудников Они возрастны Да И внедрение Не то что Искусственного интеллекта А в принципе Просто цифровизация Она проходит Так это Со скрипом Но мы По крайней мере Над этим работаем И мы Уже имея Какие-то данные Можем отзванивать Непосредственно Этот ФАП Поэтому фельдшеру Говорит Так Вы этого пациента Не внесли данные Не внесли анализы Какие-то исследования Поэтому Я думаю Что через пару лет Мы покажем Более лучшие результаты Вот на первом На первой диаграмме Представлен Например Вариант Да Мы видим Что пациент получает Антикоагулянтную терапию И мы можем Провалиться Непосредственно В эти данные Увидеть А какую именно Антикоагулянтную терапию Пациенты получают Это там Ривороксабаны Пиксабаны Продакс И можем провалиться Дальше Непосредственно Например В ривороксабан 15 мг Увидеть Этих пациентов Если я хочу Прям совсем Проконтролировать Работу фельдшера Я могу Пройти дальше Непосредственно По ID Найти этого пациента Увидеть его Последующие анализы И понять Она адекватно Назначена Эта доза 15 мг Либо нужно перевести Там на 20 мг Также по назначению Двойной Дезагрегантной терапии Мы сможем увидеть Пациенты Которые Я могу зайти В профиль Врача-кардиолога Либо профиль Врача-терапевта Выбрать там Пациентов Которые Двухгодичное Диспансерное Наблюдение После перенесенных Событий Увидеть Кто из них Получает Двойную Дезагрегантную Терапию Кто монотерапию И опять же Здесь мы можем Увидеть по препаратам Это будет Ацилс-лициловая кислота Либо это будет Просто копидагрей Либо это будет Антикоагулянтная терапия У пациента Например Если в рамках Двойной Плюс Ацилс-лициловая кислота Что также позволяет Оценить Эффективность Назначения И прием Пациентов В правильных Дозировках И в правильных Схемах Также мы можем Оценивать Показатели Непосредственно Диспансерного Наблюдения Опять же Там есть Два Такого Два профиля Это профиль Врача-терапевта Профиль врача-кардиолога И Например Пациента С хронической Сердечной недостаточно Мы знаем Что у них Отмечается Аномия И мы обязательно Должны контролировать Там уровень Железа Ферритина Трансферина Мы выбираем Вкладки Это приказ Н168 И непосредственно Проваливаемся туда Это будет ХСН Либо это будет ЭБС Выбираем рубрику Хроническая Схемическая Сердечная недостаточности Там уже Также по рубрикам Либо это будет Получение терапии Это будут Анализы Какие-то мы должны Оценивать Либо это фракция выброса В данном слайде Представлено Мы выбрали Именно параметр Оценки элитроцитов Н и МИ Мы также можем Провалиться В каждый из Пантпунктов Например Где красный Где выбрано Да И увидеть фамилии Пациентов И уже более углубленно Пройти посмотреть Какую терапию Они назначают Сдавались ли им Анализы Помимо общего Анализа крови Оценивался ли Уровень железа Уровень Б12 И так далее С каким мы Столкнулись Проблемами Опять же Повторюсь Мы довольно Такой пилотный регион Мы только с весны Начали в принципе Взаимодействие У нас подгружались Карты Сначала Это Шло Затруднительно И выгрузка Была в основном По консультациям Врачей Специалистов При первой оценке Через 2-3 месяца Взаимодействия С нашими системами Квазар Мы увидели Что в принципе У нас не выгружаются Вообще Выписные эпикризы То есть отдельные исследования Там инструментальные КГ Эхокардиография Она выгружалась Опять же Там по заполняемости Как делал этот специалист Лабораторные анализы Там где у нас Болиз система Они выгружались А полноценный В том числе С лечением Да И с выпиской Стационара У нас не подгружалась В СППВР Опять же Так немножко В сторону отойду В нашей области Принято решение Что мы при выписке Назначаем пациентам Льготное обеспечение Было до 6 месяцев Выдавалось сразу же Последние Где-то полгода 7 месяцев Мы перешли на 2 месяца Выдача льготных препаратов Связано с тем Что у нас Отдаленные районы Довольно Разбросанный тип Заселения области И как бы Не все пациенты Могут в постоянном доступе Иметь там возможность Прийти в аптеку Получить свои льготные препараты И учитывая все эти данные Мы не видели Выписные эпикрезы Мы не понимали Например на этапе Пациент Выписался в январе Из стационара С островом инфаркта миокарда Мы в марте Начинаем проводить оценку И не понимаем Какую терапию Получает пациент Потому что Не подгружался Выписной эпикрез Это было связано С тем Что были разные редакции Тем Что изначально Запрашивались документы Непосредственно Из Вимис ССС А там были сложности Опять же с атрибутикой Непосредственно Платформы СППВР Платформы Квазар И самой платформы Вимис ССС Летом этого года Уже в августе Мы преодолели Все эти сложности В принципе Было решено Что все СМД Которые выгружаются Из нашей Системы Квазар Они будут автоматически Подгружаться В СППВР И получили мы Полноценные данные Вот видим Что например В период уже в сентябре Выписной эпикрез У нас достиг 250 случаев выгрузки Из последнего Что мы сейчас имеем Наши врачи К сожалению Еще полноценно Не могут с этим работать Опять же Это пилотно Там больше я Наши ночмены Какие-то В этом взаимодействуют Чтобы могли отследить Правильность назначения Обследуемость Наш терапевтическое Поликлиническое звено Может отследить Момент диспансеризации Наполняемся Диспансеризации Мы при подготовке Этого доклада Вы опять же Выбрали один из районов Пациенты с Хронической сердечной Недостаточностью Профиль врача Терапевта Профиль врача Кардиолога И увидели Пациента У которых есть Аномия Мы выгрузили Эти данные Я непосредственно Их проверила Там было 44 пациента Я зашла в каждого из них Мы следили Это была Однократная сдача Общего анализа крови И случайно Подгружена И уже висит Как пациента Анемия Либо это пациент Обследованный У которого дальше Выполнялись Исследования Биохимические параметры Мы отзвонились Врачам Чтобы они вызвали На повторное Обследование Тех больных Поэтому С практической точки зрения Я надеюсь Что мы внедримся Когда полноценно С нашими системами Квазар В СПВР Мы получим Больше результаты Благодарю за внимание Коллеги Вопросы? Комментарии Может быть? Ну Я уже высказывался В более узком кругу И скажу еще раз На мой взгляд Система СПВР Она прежде всего Должна работать На уровне Конкретного врача Когда он принимает Решение Ну вот Прямо в поле То есть Ее ценность Там должна быть Аналитика Это хорошо Там палка Или награждение По итогам Аккумулированных Данных Это тоже Правильно Но По сути В идеале Как бы Врач Должен решать Проблему На рабочем столе Непосредственно С пациентом Когда он работает С ним А уже Вот то Что уходит туда В постфактум То есть В постанализ Это уже Как бы Довольно Серьезные Проблемы Скорее Структурного Характера Системного Характера Нежели Оперативно То есть Оперативные Проблемы Должны там Врачебного Врачебного Решения Врачебного Врачебного Коллеги А кто Кто помнит 17 сентября Какой у нас День Был Я имею Ввиду Что за Праздник Я знаю День Освобождения Города Брянска В 43 Году Всемирный День Безопасности Пациентов Я просто к вопросу Который был До этого Задан Насчет Риска Связанного С работой Искусственного Интеллекта Вот Сейчас В нынешней Ситуации Вы кстати Посмотрите Может посмотреть На сайте Росздравнадзора Есть большая Презентация Посвященная 24 Году И там Она как раз Посвящена Безопасности Пациентов В части Диагностики И вот там Есть статистика Это видимо Мировая статистика Что С диагностическими Ошибками сталкивается Каждый 20 Пациент Поликлиники Значит Диагностические Ошибки Случаются Во всех Учреждениях Здравоохранения И являются Причиной Около 10 Процентов Смертей Пациентов Вот То есть В принципе Даже Человеческий Интеллект В общем Делает Большое Количество Ошибок Если Искусственный Интеллект С участием Человеческого Конечно Безусловно Искусственный Интеллект Или вот Все эти системы Они не заменяют Врача Это 100% Они На сегодняшний момент Не могут Официально Заменить Вот Но если С их помощью Мы увидим Что количество Ошибок Будет меньше Это уже Будет Серьезный Факт Но согласен С вами Что Через какое-то Время Будет решаться Вопрос Ответственности Он по-моему И сейчас Достаточно Активно Стоит То есть Кто несет Ответственность За ошибку Искусственного Интеллекта Если он Станет Элементом Который Может Действительно Или Если будет Оценено Что он Действительно Может Влиять На Пациента То есть Если Это действительно Так будет Потому что Сейчас Конечно Ответственность Возложена На врача И врач В принципе В праве Не выполняйте Клинические Рекомендации Рекомендации Искусственного Интеллекта Но он должен Обосновать То есть Я к этому Больше отношусь Как к тому Что если Есть Некое Предостережение Или некоторые Как бы Правила И вы Как врач Нарушаете Вы имеете На это право Но вы должны Четко Или в два раза Более серьезно Обосновать Почему Вы это сделали Тогда Хотя бы Для себя Потом уже Для прокурора Но для себя Точно надо Обосновать Почему я Поступил так А не иначе А если Это заблуждение Или незнание Когда я даже Не задумываюсь О том Что происходит То есть Просто делаю Там назначаю Вот Типа У нас Был там Случай В свое Время Исторический Когда Человека Сделали МРТ С кардиостимулятором Ну типа Сделали Ой А потом Вспомнили Что там Могло Это привлечь Повлечь Смерть Пациента Которая В общем-то Случилась Просто Много Ошибок Действительно Остаются Это Я говорю Не про нынешнее место Работа Это про старые Добрые Истории Которые С которые Я в свое Время Столкнулся Как коллега Как Такая Ситуация Была Многие Кстати Вещи Остаются Ну И не Выявленными Как ни Странно Потому Что Система У нас Наша Система Здравоохранения Она Не имеет Вот таких Систем Противовес Например Как Зарубежные Когда Каждый Случай Неэффективного Лечения И даже Эффективного Лечения Оспаривается Вот У нас Таких Вот Сейчас Пока Нет Согласитесь Инструментов Которые Противодействовали Нам Настолько Агрессивно Как Например В Европе Или Америке Хотя Зарождается Поэтому В этом Плане Я Честно Говоря Пока Не сильно Опасаюсь Искусственного Интеллекта Но При этом Уровень Конечно Знания Врача Должен быть Высокий Вторая Проблема Которая Возникает На мой Взгляд С Внедрением Искусственного Интеллекта Это тот Кто Будет Референтом Для того Чтобы Искусственный Интеллект Обучался То есть Возможно Нам Через Какое-то Время Нужно Будет Меньше Врачей Но Эти Врачи Должны Будут Быть В разы Более Более Экспертными Вот Я помню Историю Когда К нам Пришли Первый раз Коллеги С предложением Искусственного Интеллекта Мы Спросили Где Вы Внедрили Они Сказали Мы Внедрили В Производстве В Сталилитейном Производстве Было Десять Техников Остался Один Но Очень Экспертный Мы Сказали Тогда Нам Не Надо Коллеги Может Кто-то Хочет Обменяться Впечатление В целом О секции Да Елена Алексеевна Пожалуйста Коллеги Может Быть Покажется Что Я Сейчас Что-то Скажу Не В Тему Значит Очень Интересная Секция Я Пришла На Нее Специально Но Хочу Напомнить Что Мы Работаем И Внедряем Всякие Технологии Все То О чем Мы Говорили Для Достижения Определенного Результата Этот Результат Это Благополучие Нашего Пациента И Нашей Системы Здравоохранения И страны В целом Так Вот Если Сказать Так Вот Какие Были Технологии Образования Знания Врача Это Все Может Разбиться У Больного Что Бо Мы Не знали Врач Может Быть Прекрасно Обучен Может Быть Прекрасная Аналитика Изобретены Инвазивные Интервенционные Методы Медикаментозная Терапия Но Пациент Говорит Нет Или Делает Все По-другому И Все Обнулилось Абсолютно Поэтому Мне кажется Что На будущее Нужно Предусмотреть Развивая Все То О чем Мы Сейчас Говорили Нужно Не упустить Два Момента Первое Это Учет Действия Пациента Ну Собственно Говоря Вот так Как Это Когда-то Планировалось То есть Отслеживается Врач Ему Помощник Он Принимает Решение Ну Оптимальное Решение Будем Считать Правильно А Дальше Отслеживается Путь Пациента Сдал Зарегистрировал Получил Ну И так Далее То есть Вот этот Путь Который Будет Хоть В какой-то Мере Контролировать Комплоентность Вот Его Нужно Наверное Предусматривать Планировать Сейчас И второе Это Конечно Нагрузка На Врача Потому Что Мы Опираемся В Комплоентность Чтобы Повысить Комплоентность С больным Нужно Работать Для Того Чтобы С ним Работать Нужен Человек Нужно Время А Если Это Человек Чеклист И Дашборд Работать Ему Некогда То есть Наверное Параллельно Должна Эти Такая Работа По Хронометражу То есть Внедрение Вот Этой Системы Что Что Это Изменяет Как Это Облегчает Или Усложняет Жизнь Изменяет Трудозатраты Оставляет Ли На что То Времени То Кто Будет Делать То Что В конце Концов Выльется В результат Контроль Это Здорово Но Результат Это Еще Лучше Извините Если Чуть Чуть Нет Это Мне кажется Очень Правильный Посыл Я Абсолютно Лично Разделяю Его И Наверное В нашей Системе Здравоохранения Явно Не хватает Психологии Элементов Психологической Работы С пациентами Может быть Каких-то Стандартов Или Каких-то Протоколов Которые Были бы Нам Объясняли Или Позволяли Нам Как врачам Правильно Подходить Искать Подход К пациентам В большинстве Случаев Мы Сами Ищем Как бы На опыте Собственного Формируем Некие Понимания И знания Но С другой Стороны Я Хотел бы Тоже Своё мнение Высказать Что Доля Неуспешных Вещей Или Неудачных Она Все равно Есть Всегда То есть Нельзя Бороться За Стопроцентная Эффективность Такого Не может Быть Это По Объявлению Невозможно Вопрос Остается В том Насколько Мы С вами Достаточно Используем Те ресурсы Те возможности Которые Существуют Сейчас То есть Если Мы Например Возьмем Ту же Артериальную Гипертензию И начнем Смотреть Что Было И что Стало В других Государствах Мы Поймем Что Россия Да Улучшила За 20 Лет Свои Показатели По Лечению По Контролю За АГ Но Это Существенно Хуже Чем В других Странах Есть Здесь Доля Пациентов Да Есть Здесь Доля Подхода Системного Безусловно Но Отчасти Наша Задача Максимально То есть Максимальный Эффект Получить То есть Максимально Выжить Из того Что Есть Поэтому Я Честно Говоря Считаю Что Да Могут Быть Такие Люди Которые Ничего Не Хотят Был Такой Главный Редактор Директор Издательства Медицины Сточек Фамилия Его Была Я не знаю Наверное Кто-то Его Помнит Был Такой А Я Его Знал Потому Что Он У нас Лекции Читал И Вот Представляете Мы В институте Сидим Студенты Значит Лекция Он По-моему Историей Медицины Занимался Вот Он Выходил На Трибун На сцену Садился На кресло Начинал Забивать На всех Нас На глазах Трубку И Говорит Я Вот Как Пациент Хочу Быть Курить Пить Вот Все Даже Среди Врачей Есть Низкая Приверженность Я Специально У Ирины Игоревны Спросил И Получил В принципе Ответ Который В принципе Подтверждает То Что И в Мировых Исследованиях Находят Что И врачи Низко Приверженные Клиническим Рекомендациям То есть И у нас Как у врачей Есть Много Неверия И Среди Нас Достаточно Большой Пласт Людей Которые Не верят В Некоторые Вещи И Трансформируют Их Пациенту А потом Спрашивают Ну а что Пациенту Не хочет Потому что Врач ему Там Рассказывает Что-то Так Что Пациент В этом Не уверен Поэтому Мы Видимо И внедряем Пытаемся Внедрить Вот эту Систему Контроля Качества И Контроля Выполнения Клинических Рекомендаций Хотя Безусловно Этот Процесс Важный Но я думаю Что Он Очень Длинный Я хотел Тоже Несколько Слов Сказать Впечатления Общие О Нашем На мой Взгляд Удавшимся Заседании Первое На мой Взгляд Мы Сегодня Выслушали Очень Интересные Доклады Которые Можно Смело Отнести К Проектам Анализа Реальной Клинической Практики То есть Они Используют Вот этот Подход Которому Сейчас Очень Многие Призывают Потому что Классические Подходы Доказательной Медицины Но Они Не успевают Объективно За Объемом Данных И за Треми Требованиями К внедрению Инноваций Которые Должны Опираться С одной Стороны На доказательную Базу С другой Стороны Классически Собирать Группы Многоцентровые Исследования Уже Становится Сложным Поэтому Регистры И Использование Региональных Информационных Систем Они Должны Эту Проблему Решать Сегодня Вот Такой Подход Мы Увидели Естественно Те Кто Везет На тех И грузят Поэтому Те Вопросы Которые Заполняем Заполняем Первичных Данных Все Это Конечно Очень Важно И За это Тоже Ругают Но Основные Наши КПА Все-таки Немножко Другие Это Первичная Вторичная Профилактика Это Достижение Целевых Уровней Сегодня Ну Это Звучало Может быть Не в полной Степени Но Я думаю Что Коллеги Уже Взяв Такой Интересный Старт Наверное Не отступятся И При поддержке Методологически Своих Главных Нехтатных Специалистов И Научного Сообщества В том числе И Курирующих Национальных Центров Ну Дизайны Этих Исследований Прогностические Все эти Вещи Поднимут Серьезно И Действительно Мы Можем Получить Очень Интересный Пример Использования Конкретных Технологий В достижении И Организационных И Медицинских Целей И Задач Что-то Еще Хотел Сказать Да Вот Ну И Последнее Наверное На что Я хотел Обратить Внимание Это То Что Очень Важно Еще Развивать В том числе И Расширять Наверное Вот Аналитическую Часть Меня Немножко Смутило Подчеркивание Почему Наверное Это Отчасти Позиция Компании Производителя Вот Эта Выгрузка В Excel Она Меня Так Немножко Встряхивала Каждый раз Потому что Мне кажется Что Несмотря на то Что Эта технология Безусловно Имеет Право На жизнь Но я Более чем Уверен Что Обрабатывать Эти Excel Файлы Это Особенно Некому Поэтому Тоже Подумайте Пожалуйста Раз уж Вы двигаетесь В направлении Цифровой Трансформации Все таки О том Чтобы Выгружать Это Не в Excel А Выгружать Это Вернее Не выгружать А использовать Данные Накопленные В СПР Или В каких-то Специализированных Хранилищах Для того Чтобы Можно Было Расширенно Использовать Различные Статистические Инструменты Обработки Все таки Централизованно Чтобы Это не было Уделом Отдельных Специалистов Потому Что Трактовка Потом Этих Результатов Их Качество Будет Конечно Сильно Снижаться Если Это Не будет Систематизировано И Централизовано И под Контролем Корректной Методологии Статистической Обработки Спасибо Всем Большое Особенно За Соблюдение Регламента Спасибо